...свою позицию относительно вот этого пункта качества жизни населения. Почему важно на самом деле качество жизни старшего поколения 65+. Казалось бы, насколько она может быть эффективна. Дело в том, что психология такая, что дети, которые видят, что перспектив в отношении их пожилого возраста, то есть когда они станут пожилыми, они смотрят на своих родителей, бабушек и дедушек, и себя позиционируют с ними, то есть проводят аналогию. И в этом случае, если они видят, что перспектив никаких нет после окончания работы, то есть перспектив жить качественно, достойно и так далее, у них нет, эффективность сразу теряется, работа и желание получить качественное образование, получить качественную работу и работать эффективно теряется смысл, скажем так, делать всё для этого государства и оставаться в этом государстве. То есть с мыслью о том, что я сейчас вот здесь вот поработаю и уеду куда-нибудь в другое место, потому что мне там комфортнее. То есть на самом деле достаточно важно думать о пожилых однозначно. То есть в качестве их жизни тоже думать надо и вкладывать в это надо, иначе мы получим депрессивное общество. В принципе, мы уже получили это депрессивное общество, вот с 90-х мы это увидели очень хорошо, когда резко перестали включать в развитие государства людей старше 60 лет, даже 50, я бы сказала. После 50 лет как будто в России жизни нет. На самом деле она существует, есть люди, доказывающие это, которые обладают определенными доходами и так далее. Я даже могу сказать по моим родителям, что после того, как они вышли на пенсию, они начали наоборот самореализовываться. При этом эффективность человека, человек может в 90-е зарабатывать. Это важно понимать. Развиваясь, вот мама у меня пишет картины, она запросто эти картины может продавать. Она запросто может обучать других этим. Она может работать няней в образовательной среде и так далее, даже после 65 лет. Почему? И эффективно при этом. Я даже смотрю по тому, насколько эффективно бывают, работают воспитатели в детских учреждениях образовательных, в том числе в детских садах, казалось бы, человек старше 40 лет, 45, у него уже энергии меньше, больше болячек и так далее. Но при этом есть такие люди старше этого возраста, которые уже не обременены с семьей. У них уже нет вот этих вот забот, связанных с выгоранием в материнстве, выгоранием в семье и так далее. У них уже есть возможность ресурсы свои тратить на энергичных детей. И они находят мягкий подход к этим детям грамотно. То есть я этих людей видела, которые собирали этих шалопопов в одно, без всяких физических насилия. Я видела, как они работают. Они готовы свои ресурсы отдавать на это даже после 45 лет. Они готовы этим заниматься, потому что, допустим, мамочка, которая находится, я по себе могу сказать, мамочка, которая находится в декрете, а это чаще всего всё-таки до 40 лет, у неё ресурсы зачастую, которые... Ей нужно пойти в детский сад для того, чтобы её ребёнку дали место в этом детском саду зачастую. Зачастую ей просто для самореализации нужно просто пойти куда-то работать, а тут ребёнок под боком. Это, кстати, происходило в Советском Союзе. У меня у мужа мама пошла врач... Ой, врач... Учитель иностранных языков. Она пошла... Когда мой муж был маленьким, она пошла работать в детский сад воспитателем для того, чтобы иметь возможность ему помогать, чтобы ему место дали и для того, чтобы была возможность ему помогать. Но вопрос в том, что те педагоги, воспитатели, которые ресурсы свои истощают вне работы, за счёт того, что у них какие-то проблемы в семье, за счёт того, что у них проблемы с финансами, за счёт того, что у них проблемы, на самом деле, финансовые проблемы играют роль, но не такую большую. Есть огромное количество богатых людей, у которых точно такие же проблемы и которые тоже безресурсные абсолютно. За счёт того, что маленький ребёнок поглощает эти ресурсы в доме, который находится, то есть дети, племянники и так далее, поглощает эти ресурсы, человек не высыпается, соответственно, приходит на работу уставший. Человек... Всё зависит индивидуально от человека. То есть есть люди, которые и за 65 очень эффективны. Я видела огромное количество профессоров, которые и в 90 просто невероятные энергайзеры. У меня бабушка была, Царство Енебесное, энергайзером до последних своих дней от онкологии была. Она была энергична, она готова была заниматься и работать, готова была и в своём возрасте. То есть возраст не настолько важен в некоторых направлениях. Не во всех направлениях возраст не важен. Есть действительно распределение. Допустим, где-то в технологиях, где нужно физический труд, где нужна концентрация внимания и так далее, человек старше 60 лет, он уже не настолько эффективен. Но люди за 65 могут эффективно работать и далее, если им это будет выгодно, необходимо и так далее. То есть нужно исходить из потребностей конкретного человека. Что такие люди существуют, их не так мало. На самом деле я вижу в окружении их очень немало. Очень немало. Их много, я бы сказала, даже так. Всё зависит исключительно от того, какой жизненный путь прошёл человек, какие у него энергозатраты были, какая была философия внутренняя я. То есть насколько он смог эти ресурсы до 65 лет оставить. То есть человек, который полностью выдохся, он может работать на заводе сутками напролёт, и он полностью выдохся после 60, он будет никаким работником. Да, для государства важно не то, как вы отдыхаете. Для государства важно это то, как вы отдыхаете, только за счёт того, чтобы вы пришли и принесли государству деньги. Потому что государство – это система. Это не переход на личности. Переход на личности невозможен в управлении государством. Государство – это система. Эту систему нужно каким-то образом поддерживать. Её поддерживают за счёт тех людей, которые внутри находятся. И философия, что надо быть благодарным человеку, который в этой системе отработал определённое количество времени, она неэффективна. Она не даст результата для развития этого государства. Она только высосет последние соки из этого государства и ничего не даст. Но эти люди могут жить хорошо за счёт тех, кто более эффективен. И по факту люди, которые… То есть, если молодёжь будет знать о том, что она социально защищена, вот это вот важно понимать, что она социально защищена будет в любом возрасте, в том числе после 65-ти, сможет развиваться, образовываться, путешествовать, заниматься какими-то делами своими, необязательно детьми, может быть, внуками заниматься. То есть, что после 65-ти жизнь-то есть. Они будут замотивированы в том числе работать и получать образование и отдавать этому государству деньги. Это лично, конечно, моё мнение, это моё понимание. Я здесь поставлю обязательно качество жизни старшего поколения 60+. У кого-то это может быть другое совершенно мнение. Это лично моё мнение. Имейте это в виду. То есть, вы можете с ним не согласны быть, и это нормально абсолютно. Продолжение следует...